Всем привет, с вами Эдвин и вы на канале Мысля Гейминса. Я заказал крутой рюкзак на сайте Mad Robots. Давайте откроем и посмотрим, что там внутри. Основная фишка рюкзака, его невозможно взломать. Имеется в виду, когда вы застегиваете свой рюкзак, и когда вы его одеваете, замок не видно, и вор не сможет дотянуться до него. Если я захочу этот рюкзак открыть, как-то вскрыть, здесь нет никаких замков, вообще ничего нет. И в том случае, если человек попытается залезть и что-то все-таки открыть, ему нужно будет сделать так, он должен залезть сюда, делать вот это движение, а это по-любому привлечет внимание. И удар по роже. Вот так, сбоку. Да, все, тут никак. Потому что очень трудно это, вот смотрите. Это нужно забраться сюда, а потом это еще тащить вверх. Давайте посмотрим, какие есть карманы. Вот первый карман. Теперь внутри. Тут идет много карманов для ручек, для пауэрбанка. Как видите, вот он лежит. Для зарядки, вообще это для телефона. Тут идет шнур, чтобы подключить к пауэрбанку. Пауэрбанку, вот вы подключаете. И очень удобно, вот здесь располагается выходе USB от этого пауэрбанка. Если вы, например, где-то ходите на улице, в дороге, пауэрбанк у вас подключен, все закинут. Здесь все выведено аккуратненько. Это все закрыто. Вы идете по улице, и вам срочно нужно подзарядить телефон, держать его в руках, там разговариваете по скайпу, идет процесс, то вы подключаете быстренько шнур и подключаете. Вот таким вот образом все это выглядит. И берете свой телефон и подключаете к зарядке. Все, и можете спокойно идти. Можно вот этот шнур сделать и покороче какой-то приобрести, именно для этого случая. Но вообще, конечно, лучше подлиннее, потому что если вы, например, в дороге где-то хотите положить телефон, сидите в кафешке. Или заснять видео. Да, или снимаете, допустим, видеоролик в этот момент, то как раз на вытянутой руке этот шнур подходит. Тут у нас есть еще боковые карманы. С этой стороны тоже есть. Потом есть такой карман. Есть тут карман. Тут для ручек, тут для пауэрбанка, тут для телефона. Для планшета. Вот эти лямки специально, чтобы его хорошенько закрепить. Тут можно для ноутбука. Это мягкая штука, чтобы у вас не болела спина и также не сломался ваш ноутбук, который будет лежать здесь. Или планшет. В целом, рюкзак очень прикольный. Фишка рюкзака это еще, его нельзя порезать. Я, конечно, это не буду делать, потому что не хочу портить рюкзак. Здесь прописано, что невозможно его порезать. Да. Он еще непромокаемый. А, тут еще есть такая специальная штука, то она светится, чтобы у вас машина не сбила. Светодиодная, в общем, полосочка такая. Это рюкзак у вас на спине, вы едете на велосипеде, но вас заметит водитель спокойно, без проблем. Еще одна фишка сделана специально, чтобы закинуть все это дело на чемодан, когда вы куда-то летите. Сегодня у меня мама с папой летят в Москву, и я дам этот рюкзак папе, и он его протестирует, насколько он удобен. Как раз попробуем посмотреть, как это все дело работает на практике. Основная штука, которая мне здесь нравится, это, конечно, вот, что я смогу заряжать мой телефон. Рюкзак прям оснащен по полной программе, очень удобен, что вот для Эдвина возраста. Мне он, кстати, тоже подходит. Можно сказать, что это ваш друг, который будет всегда вас спасать. Если кому интересен этот рюкзак, ссылочка будет в описании ролика, можете переходить, заказывать, а также там на сайте есть. Очень много других гаджетов, интересных всяких вещичек, качественный сайт, очень быстро делают доставку. Так что всем пока, с вами был Эдвин. И Батя. Продолжение следует... Продолжение следует...